Всем привет! Вы на канале CryptoCommons и это быстрый апдейт по цене биткоина. Друзья мои, отдаляясь на недельный таймфрейм, что мы с вами видим? То, что макроиндикатор, сетка SuperGoopy, это по типу сетки Aim & Ribbon, такая же история, но более наглядная. Видите, она бывает зеленая, красная, зеленая, серая и красная. Что мы с вами видим? Что этот индикатор выходит у нас с вами из серо-красной зоны и вот-вот загорится зеленым. Что мы видели ранее, когда такое было, вы можете видеть сами. Очень сильный рост и тоже очень сильный рост. Правда, первый раз это был сразу безоткатный сильный рост, ну с маленькими коррекциями в 30-40%. Ну как маленькими, на самом деле не очень маленькими. Второй же раз это был суперсильный рост, но с коррекцией в 70%, которая являлась собой коронадамп черного лебедя, но тем не менее. Да, если вот этот сквиз не считать, если им пренебречь, потому что это был битмикс сквиз, то в принципе мы, можно сказать, удержали вот этот уровень, потому что реально никому особо не давали купить по этим ценам, ни на споте, нигде. Вот, так что в целом оба раза был сильный рост. Будет ли в этот раз суперсильный рост? Ну, здравый смысл говорит, что да. Но многие факторы говорят, что нет, что все кончено, гейм-овер. В этот раз все будет по-другому, слишком много лонгистов, все такое прочее. Поэтому, возможно, я думаю, что как раз толпа ошибается в очередной раз, и все будет как раз так, как обычно оно и происходит. Но дисклеймерный финансовый совет – это всего лишь мое мнение. Тем не менее, что мы видим более локально, приближаясь сюда, что биткоин в очередной раз тестирует трендовую, и также прекрасно отбился от предыдущего уровня сопротивления. Вот здесь, который совпал с 200-м мувингом. Так что, по всей видимости, мы снова возвращаемся в территорию бычьего рынка. Также на сайфере, обратите внимание, на недельном сайфере у нас только-только загорается зеленый манифлоу, что не может не радовать. Опять же, посмотрите, что было в прошлые разы, когда он загорался. Здесь, здесь и здесь. Сами все видите. Вот и все, ребята. Так что картина очень бычая глобально, но локально, что мы видим? Мы видим двойную вершину отвержения. Биткоин не смог пробить уровень продаж на уровне 30 тысяч долларов примерно. По TRDR здесь у нас был сигнал на 15 минутках. Возможно, что сейчас мы уйдем в более глубокую коррекцию локально, опять же. Это еще ничего не гарантировано. На ретест хотя бы вот куда-нибудь этих предыдущих лоев, там типа 28700 или даже ниже. Что вы об этом думаете, напишите в комментариях. Если вам заходит криптообзор, друзья, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, если вы у нас новенький. Нажмите на колокольчик. У нас сейчас просто экспоненциальный памп подписчиков. И я вам напоминаю, что ставя лайк, подписываясь и оставляя комментарий под видео, вы автоматически участвуете в розыгрыше биткоинов, который у нас произойдет, когда мы пробьем 100 тысяч, друзья. Также хочу напомнить, что на Bybit сейчас идет соревнование WSOT. Наша команда на 11 месте в регионе и на 57 в общем, среди всех-всех-всех. Поздравляю всех, кто в профите. Не жадничайте, фиксируйтесь, выдыхайте, отдыхайте, потому что у нас достаточно хороший результат за пару дней. Я думаю, нам главное с вами его не растерять сейчас, а не заработать еще больше. Так что поопускайтесь, товарищи. Аудио касается снова своей локальной трендовой. Я по чуть-чуть его добираю. Ручной стоп, рука на пульсе. Фандинг выровнялся. Вчера был фандинг такой, что выгодно было стоять в лонге. Минус 0,5%. Сегодня уже проще. Это значит, что и наверх ему идти легче тоже. Так много не шортят. Хотя на шортах тоже наверх идти легко. Просто не забывайте о том, что я вам говорю, что в целом глобально мы на самом дне валяемся. Поэтому сейчас весь этот нарратив, который обычно присутствует на дне, никто не будет верить. Все будут говорить, что все. Медвежьи дивергенции. Искать нисходящее сопротивление. Контртрендовое и так далее. Но в целом не надо никому верить. Кстати говоря, 4-х часовик. Смотрите, тоже сетка супер гупи. Снова разворачивается из красной. То есть вот была коррекция вонная волна. Красный money flow. Похоже, что сейчас мы возвращаемся, если закрепляемся здесь, в зеленую зону. Поэтому с шортами вообще очень аккуратнее, друзья. Тем не менее, что по моим позициям. У меня все вот так вот. У вас, напишите, как у вас. Хеджевые шорты в принципе возможны. BNB, например, какой-нибудь Телематик. Или что там улетело на много иксов. Но только не то, что на лоях, пожалуйста. Я вас умоляю. Не шортите перепроданные монеты. Ни в коем случае. Так, на самом деле не хочу затягивать этот обзор. Хочу еще сказать, что альткоины, по моему мнению, будут расти. Биткоин, возможно, пойдет вбок или вниз. Ну, короче, в восходящий боковик. Через вниз, потом вбок, потом наверх. Грубо говоря, будет морочить нервы. Если сейчас, конечно, не пробьет это сопротивление. А вот альты уже настолько перепроданы многие, что я думаю, они просто обязаны пойти наверх. Как это уже начали делать. Биткоин кэш. Рипл. Короче говоря, да, думаю, что альткоины в целом сейчас начнут расти к биткоину. Вон, посмотрите на рипл, посмотрите на кастпу. Так что Тарти то, что еще не улетело. Тоже касту. Дэш, там, лайткоин, я не знаю. Метавселенная, вон, атомы всякие. Смотрите сами, короче. Тут уже каждый выбирает на свой страх и риск. На вкус и цвет все альткоины разные. А, ну и, конечно же, новость, друзья, что PayPal вводит свой стейблкоин для прямых расчетов с криптой. И там у них представлено всего 4 криптовалюты, среди которых есть лайткоин. Плюс у лайткоина прошел халвинг, успешно прошел, ничего не сломалось. Поэтому, в целом, я думаю, что... Ну, короче, я настроен пообычному лайткоин. Для меня он сейчас в очень пригодной зоне для покупок, что я, собственно, и делаю. Я его покупаю и собираюсь ланговать его наверх, ну, как минимум на 120, если мы говорим про скальпинг, там, про среднесрочные сделки, да, про турнир. А вообще, я думаю, что он гораздо выше полетит. Все, ребята, всем спасибо, что посмотрели этот короткий апдейт. Всем профитроли, кто в команде и кто еще подтягивается только. Ставьте стопы, тейки, лайки и подписывайтесь на канал. И до следующей встречи. Пока.